В наиболее развитых странах мира доля цифровой экономики в ВВП составляет примерно от 6 до 15%. В 2030 году она может достичь отметки в 50%, в Украине это пока 4%. Однако благодаря цифровым технологиям у государства появился шанс, и оно может сделать инновационный скачок, который позволит кардинально улучшить уровень жизни граждан и приведет к экономическому развитию. Надо отметить, что на сегодняшний день это сообщество, у которого уже есть заслуженные, скажем так, достижения за последние 5 лет, которое родилось у нас в Украине. С реализованными реально проектами, с командами оно начало объединяться. Есть известная инициатива «Коалиция электронного государства». Она объединила уже около 200 различных команд. От команд, которые занимаются прозрачностью, до команды, которая пришла сейчас к власти. Вместе наработана стратегия. Это перечень ключевых показателей, ориентиров, которые нужно достичь. И в отношении которых начал формироваться портфель проектов. На них надо фокусировать усилия страны на национальном уровне и на местном уровне. Государство в смартфоне – так называется президентский проект, который должен улучшить доступ граждан к электронным услугам. Документ предусматривает проведение полного аудита работы государственных реестров. Над этим будет работать новое правительство в течение трех месяцев. Всего в Украине функционирует более 350 государственных реестров. Их нужно упорядочить, а также наладить между ними взаимодействие. К 2024 году 90% государственных услуг планируют перевести в онлайн-сервисы. Государство в смартфоне на самом деле – это только часть той работы, которую мы планируем сделать, поскольку более широко мы это называем цифровой экономикой. Это такой новый тренд в мире вообще. Это тип экономики, который использует данные. Мы понимаем, что сегодня данные являются такой, знаете, новой нефтью, по свойству, по своей ценности. Благодаря данным сегодня создаются новые бизнесы, новые сервисы, новые исследования, новые технологии. В результате растет экономика. Поэтому максимальное количество процессов в государстве должно перейти с аналоговых форм в цифровые. Это позволит упростить все механизмы, сделать их более эффективными и приведет к повышению качества услуг, которые предоставляет государство гражданам. Если мы говорим о бизнесе, то это перевод максимального количества процессов в цифру, в онлайн. Благодаря использованию искусственного, в том числе интеллекта, производительной аналитики, это позволяет ускорить процесс и сделать производство более эффективным, а значит, более конкурентноспособным. В любом демократическом государстве первичным источником власти являются люди. Поэтому прежде всего нужно сделать так, чтобы граждане имели удобный доступ к услугам государства и могли контролировать чиновников. Например, на что тратятся их средства, как налогоплательщиков. Так же, как это делается в цивилизованном мире. Только тогда можно избежать недоразумений, необоснованных обвинений и неэффективного распределения средств. Мы привыкли. Государственный бюджет, да? А на самом деле это наш бюджет, это наши публичные деньги. И на государственном уровне, и на региональном уровне. И в первую очередь, конечно, на местном уровне. Государство не может за всем следить, поскольку полицейских каждому чиновнику не поставишь. И вопрос не в том, чтобы контролировать больше, а в том, чтобы постоянно повышать эффективность. И с помощью современных информационных технологий это действительно все очень легко предусмотреть. Основная цель — ввести качественные, некоррумпированные услуги для граждан, для бизнеса, для производства. И максимально стимулировать их переход на цифровизацию. Для того, чтобы они были востребованы не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Например, очень известный проект, которым знаменательна Украина — Прозорро. Он начинался сразу после Майдана, как инициатива, что давайте попробуем перевести полностью в компьютер все закупки. Технология дала взрывной эффект. Все на сегодняшний день полностью находится в базе данных. Мы можем узнать при желании о каждом закупщике. О каждом, кто заказывал хоть что-то за государственные деньги. Кто стал подрядчиком, кто конкурировал. Появилось большое облако проектов, которые автоматически контролируют качество этих закупок. То есть, они сомнительные или они честные. В мае 2019 года в стране была представлена стратегия развития цифровой экономики «Украина-2030Е». Это программа, которая касается всех сфер экономики и объясняет, каким образом делать цифровизацию и что это даст в итоге. Проект описывает преимущества и путь развития экономики до 2030 года. Документ подготовлен в институте будущего группы экспертов. И фактически он является сегодня основой для правящей партии «Слуга народа». Потому что это такой главный документ, который является основой ее программы. В частности, цифровизации. Но надо понимать, что ведущая группа, которая писала эту стратегию, фактически базируется на проправительственной программе «Цифровая повестка дня Украины». Программа началась еще в 2016 году, потому что была большая группа экспертов, около 40 человек. Они также говорили о том, что надо делать в различных сферах экономики. Речь идет об электронном управлении, сфере публичных услуг, здравоохранении, образовании, науке, муниципальной сфере, инфраструктуре и транспорте. То есть обо всех отраслях промышленности. Есть отрасли, которые находятся на стыке всех этих сфер. Например, кибербезопасность. Это отдельное направление. То есть все эти направления. Их в цифровой повестке дня Украины около 20 направлений. И то, что сделали эксперты, поскольку все эти направления не имели значительного движения при правительстве Владимира Гройсмана, они начали уже где-то около полугода переформатировать это все, дорабатывать и двигать все через институт будущего, уже в будущем правительстве, в будущую конфигурацию правящей элиты. Так появилась программа 2030Е. Сейчас она более современная, модернизированная, доработанная, имеет лучший имиджевый вид и показывает все преимущества цифровизации для украинской экономики. Есть несколько ключевых направлений. Одно из них уже внедряется. Это именно Е-управление. Здесь очень хорошо сработало агентство Е-электронного управления. Они фактически уже продвинули пакет реформ в сфере электронных услуг. То есть, начинаются ID-карты. Когда есть ID-карта на каждого гражданина, к нему, как говорят, подтягивается и весь пакет услуг, который к нам идет в государственной сфере, начиная с налогов, а также предоставления различных услуг. Например, надо получить паспорт, зарегистрировать автомобиль или отчитаться о своих доходах. Механизм предоставления таких услуг должен быть удобным и прозрачным. Ранее в выдаче всевозможных разрешений и лицензий участвовал большой чиновничий аппарат. Отныне процедура должна быть упрощенной и доступной. Создание IT-структуры является важным направлением развития цифровизации экономики. Цифровизация охватывает горизонтально все сферы нашей жизни, все отрасли экономики, потому что использование цифровых сервисов возможно и в агросекторе, и в тяжелой промышленности. И это будет означать, что мы отходим от старых процессов, станков. Кстати, это называется, если мы говорим об использовании цифровизации цифровых сервисов и цифровых продуктов в производстве, это индекс 3.4.0, так называемый. Это значит, что максимальное количество процессов обслуживается искусственным интеллектом, благодаря снятию информации с большого числа датчиков на каждом из этапов производства. В результате анализа этих данных можно получить повышение производительности труда, энергоэффективности и качественную загрузку всех процессов. Цель – сделать механизмы в государственном секторе эффективными, осовременить производство, применить инновационные технологии. Это должно привести к значительному росту экономики и поможет привлечь иностранные инвестиции.